ольга по вашему за время которое прошло событий февральских рынок адаптировался к текущим реалиям или какие-то проблемы еще сохраняются ну смотрите по моему мнению в большей части рынок адаптировался конечно больше коснулась сетевого ритейла в россии потому что сначала новой реальности встали такие острые вопросы как планирование и тот кто не хотел или не умел планировать они конечно же столкнулись с этим потому что увеличились там незначительно может быть значительно у кого-то сроки там доставки оборудования поэтому в основном это только сетевые клиенты поэтому в общем в основном адаптация произошла но наверное более точно заключительно можно сказать будет в конце первого квартала следующего года как адаптация прошла какие форматы остались как какие удержались какие начали развиваться дальше и так далее сейчас по вашим наблюдениям если говорить про форматы общепита то вот какие более всего развиваются на рынке ну смотрите как и на время к видных ограничений формат всевозможные уличной еды он так развивался так и остается развиваться следовательно форматы это онлайн доставки сейчас даже тот кто не задумывался какие-то ремесленные хлебопеки либо маленькие кулинарные лавки там супер натур еда и так далее они тоже стараются развивать именно услугу доставки поэтому все таки вот это вот общий общепит виде небольших фудкортов уличной еды они развивались развиваются и наверное еще ближайшее время будут развиваться что происходило у вас с поставками вот с февраля 22 года то есть как увеличились сроки вообще останавливали ли вы поставки пришлось ли какие-то сыскать дополнительные варианты там оплаты логистики так далее что что было но смотрите я хочу сказать что мы не на день не приостанавливались нашу деятельность принципе даже не было таких разговоров что там будем мы работаем с российским рынком или нет мы работали работаем и будем работать по мере наших возможностей поэтому у нас все хорошо машины едут машины едут то есть у вас логистика своя как она построена то есть да смотрите наверное здесь нам больше всего помогло и спасло нас в этой ситуации следующее что мы работаем с проверенными мировыми международными услугами транспорта поэтому мы работаем через страны балтии а прибалтийским водителям въезд на территорию россии он в принципе не закрыт поэтому как бы нас это меньше всего коснулось сейчас проблемы какие-то с поставками из германии есть также нет единственное что увеличилось время доставки но и цена ее время это приблизительно в два раза ну и цена около там два в три раза увеличилась планы ваших клиентов опять же вот если говорить про ситуацию полгода назад как-то изменились то есть те кто допустим раньше может быть хотел сотрудничать как-то приостановил как вы наблюдали как люди да смотрите с начала февраля конечно месяца на три была реальная тишина потому что люди не понимали что происходит и не понимали вообще что будет дальше но в большинстве случаев клиенты сейчас опять же вернусь первому вопросу адаптировались они смирились и они наконец-то больше обратили внимание на качественное централизованное производство поэтому у нас в связи с этим как с конца прошлого года так и в этом прослеживается большая тенденция в продажах например высокотехнологичного оборудования такого как шоковые камеры камеры холодного тестоведения которые позволяют централизованно контролировать и улучшать качество продукта ну и ответить отвечать всем требованиям покупателя это вот вы уже частично затронули мой следующий вопрос по поводу того что вообще пользуется спросом что еще сейчас вот в линейке поставок помимо этих шоковых камер ну смотрите вот тоже тенденция такая последних по двух лет и этого года в частности прослеживает прослеживается что клиенты стали больше обращать на интеллектуальное оборудование например сетевые ритейлеры они теперь хотят технику для организации пекарни при магазине с определенными системой айти управления благодаря которым можно было ввести удаленно учет контроль например данных следовательно это будет экономить очень много инвестиций заработные платы ну и также во время рабочие поэтому все таки высокоинтеллектуальное дорогое оборудование она сейчас пользуется спросом и вот наверное благодаря этим ситуациям это стало более явно понятно всем а что-то новое как часто появляются в линейках которые вы представляете здесь вообще немецкий производитель а мы являемся немецким производителем он очень немецкий производитель он очень демократичен поэтому если новинка она производится да она производится планомерно и как там исходя из какого-то определенного времени вот у нас четыре года тому назад появилась новая хлебопекарная печь которая позволяет в себе имеется несколько систем работы эта работа там обычно с выпечкой из системы кулинарии потому что допустим на европейском рынке последние четыре года развивается новая услуга что в магазине можно не просто прийти булочку купить или там готовую еду но также хочется например покушать там взять с собой снег перекусить прям же в зоне магазина или там взять чашку кофе и взять какой-то горячий бутерброд или там самое простое омлет и так далее вот исходя из этих требований завод смог сделать такую позицию такую печь которая позволяет готовить самые простые там кулинарные рецепты такие как например варить яйцо готовить мясо которое потом можно доработать нарезать и из него сделать бутерброд сэндвич или там снег какой-то закусочный и вот исходя из четырех лет работы на немецком рынке в этом году мы активно стали презентовать и в россии вот на прошедшей выставке современных хлебопечения мы активно ее показывали есть уже многие наши хлебопеки которые также внедрили новую услугу кулинарии стали ей пользоваться тенденция показывает что да действительно это удобно на одном там квадратном метре грубо да у тебя две системы где ты можешь испечь реально очень вкусный качественный хлеб или круассан да и тем самым приготовить какой-то легкий перекус или завтрак который можно как услугу предлагать на протяжении всего дня поэтому вот у нас есть такая новинка рекомендую обращать всем у кого есть зона кулинарии или тот кто хочет развивать данное направление вот кстати говоря про то на что обращать внимание а клиенты к вам приходится как бы как чаще происходит они приходят конкретным запросам что мы хотим вот такую-то печь либо они приходят и говорят а мы хотим делать то то что нам взять как вот вы работаете в этих разных ситуациях да смотрите но клиенты конечно же разные есть и такие такие у всех требования своим но мы все-таки я хочу также обратить внимание что работаем достаточно профессионально мы интегрируемся в любой проект мы смотрим задаем там очень много вопросов едем на место привлекаем партнеров технологов которые может быть частично помогают или работать с ассортиментом нашего покупателя интегрируемся смотрим а делаем некое заключение и если понимаем что клиент хочет одно а это ему совершенно не подходит мы его как-то полномерно стараемся направить что нужно как бы обратить внимание туда поэтому я бы хотел сказать что мы выступаем не просто как продавцы оборудования хорошего мы все-таки эксперты в этой области и должны быть ими вот с высоты экспертного опыта тем кто сейчас может быть задумается с вами сотрудничать какие советы можете дать на что обращать внимание чтобы вот сотрудничество ну прошло наиболее из этом гладко безболезненно и чтобы всем было удобно ну смотрите конечно же первое чему нас учат всегда новые ситуации это планирование это нужно за основу всегда всем брать и учиться планировать не кратковременно а более долгосрочно потому что опять же сетевой например литериал в россии они вот очень быстро решают то есть они сели решили сегодня нужно такое количество завтра например два или три раза больше и там послезавтра уже нужно выдать это определенное количество к сожалению я так думаю ни один завод ни один производитель в частности мы мы так не работаем поэтому мы всегда спрашиваем давайте на квартал вперед на полтора на два будем смотреть дальше и как-то предполагать наши планы поэтому я бы конечно рекомендовала всем кто открывает новые производства занимается модернизацией чтобы смотрели чуть дальше и занимались планированием второе это чтобы обращали внимание на высокотехнологичное оборудование для централизации для организации своего центрального производства там на технологии такие как холодное тестоведение шоковые камеры потому что с этими технологиями очень удобно работать там есть экономика там есть качество продукта там есть контроль качества продукта это следующее ну и третье мы работаем мы открыты мы не ушли с рынка поэтому будем рады любому новому проекту а еще вопрос такой родился куда-то можно прийти где-то потрогать посмотреть прежде чем заказать что-то у вас мы имеем у себя в офисе шоурум большой где есть вся линейка наших заводов-изготовителей это заводы бак дочь и баков нгвэльшафт это немецкие хлебопекарные печи холод холодной расстойки и так далее это оборудование александр золя электромеханическая которая сейчас востребована но она всегда была востребована для фабрик кухонь который позволяет там создать начинку для чего-то либо переработать ваши овощи фрукты мясо там и так далее и компания аскоблок которая позволяет организовать некую зону фудкорта поэтому вас всех приглашаем перед покупкой можно всегда прийти посмотреть технику увидите ее в работе сделать выводы более здраво осмысленно там инвестировать можно прям образец какой-то выпечки или у нас например наши партнеры которые находятся по всей территории россии это технологическая компания лисафра она тоже также имеет на базе своих шум-румов наше оборудование можно из любого другого там федерального округа обратиться к ним также посмотреть потрогать проработать свой продукт и уже осознанно подойти к покупке спасибо спасибо